Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре 3D принтер Longer LK4 Pro. Посмотрим на комплектацию, как он устроен и на что способен. И давайте сразу посмотрим на цену. Сейчас Longer LK4 Pro стоит 230 долларов. Кстати, есть еще модель немного попроще. Это просто LK4. Тут есть ряд отличий помимо сенсорного дисплея, но стоит он всего 180 долларов. Также с бесплатной доставкой по России. Итак, принтер поставляется вот в такой довольно небольшой коробке. В комплекте идет несколько шестигранников, ключ, флажка с картридером, пробник филамента и инструкция по сборке на пяти языках. По большей части принтер уже собран. Это металлическая каретка оси X с хотендом и системой охлаждения. И тут мы сразу видим, что диффузор обдува смотрит прямо на сопло, что не совсем правильно. Такой обдув будет сильно охлаждать не только сопло, но и нагревательный блок, из-за чего температура будет сильно плавать, что в итоге скажется на качестве печатаемых моделей. Обдувать нужно в основном печатаемую модель и немного самый кончик сопла. Так что этот диффузор нужно будет заменить в первую очередь. Тут у нас основание с блоком питания, плата и управления в боксе и собранный осью Y, на которую осталось только установить стол. Ну, как-то так. Блок питания здесь на 24 вольта и 360 ватт. Ну и пока мы здесь, давайте взглянем на плату управления. Она у производителя собственного производства. Здесь 8-битный контроллер, на осях X, Y и Z установлены тихие драйвера TMC2208, а на движке экструдера обычный А4988. Прошивкой является всем известный Marlin. Первым делом стоит убедиться, что направляющая каретки прикручена перпендикулярно раме. Это очень важно, иначе у печатаемых моделей будут проблемы с геометрией. Также сразу стоит проверить ремень и подтянуть при необходимости. Это у нас левая каретка оси Z с закрепленным на ней движком оси X и экструдером. Подающий механизм тут пластиковый, и к нему прикручен датчик филамента. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма. Его можно установить на как слева, так и справа, как будет удобнее. Подогреваемый стол. Это, наверное, один из лучших столов, что я видел на бюджетных принтерах. Он сделан из трехмиллиметровой алюминиевой пластины. Обратите внимание на дорожки, они покрывают абсолютно всю поверхность. А сверху на прищапках крепится стекло с наклейкой для повышения адгезии. Вовремя заметил, что прикрутил верхнюю балку задом наперед. Готово. На сборку принтера уходит не больше часа. Ну, если это ваш первый принтер, то, возможно, уйдет немного больше времени. Тут сразу слышно, что кулер установленный дешевый, и потому шумят довольно громко. Как, в общем-то, на большинстве бюджетных принтеров. Функционал дисплея очень прост, только все самое необходимое. Для новичка это, наверное, самое то. Но если вы продвинутый пользователь, то вам он покажется довольно бедным. Есть функции замены филамента и полуавтоматическая калибровка стола. Давайте прогреем его до 100 градусов и опробуем ее. Просто нажимаем кнопку, и сопло движется в указанную точку. Все то же самое, конечно, можно сделать и вручную, но эта функция несколько ускоряет процесс. В общем, это приятная мелочь. Я не стал даже пытаться печатать с заводским диффузором обдува, а сразу напечатал новый диффузор, найденный на Афингиверс. Новый диффузор, конечно, тоже далеко не идеален, но хотя бы смотрит в нужную сторону. И запускаем первую печать. На флешке есть несколько уже нарезанных моделей с настройками от производителя. Попробуем напечатать кораблик Бенчи. Заодно можно и затестить датчик филамента. Откусываем нить и ждем срабатывания. Принтер убирает модель подальше от сопла и выводит сообщение на дисплей. Соглашаемся на замену филамента. После чего нужно нажать кнопку загрузить филамент. Видимо, предполагается, что мы не сделали этого вручную. И соглашаемся продолжить печать. Получилось, ну, довольно посредственно на самом деле. Но, во-первых, мы не знаем, какие тут настройки. А, во-вторых, видно, что охлаждения все еще не хватает. Примерно отсюда я врубил охлаждение на полную и слои выше легли уже, ну, несколько лучше. На флешке, помимо тестовых моделей и мануала, есть старая версия слайсера Кура, которую я даже не стал устанавливать. Вместо этого просто создал новый профиль в слайсере Repetir Host. И просто от балды без каких-либо тестов набросал какие-то настройки скорости. Так, как сделал бы это новичок, например. Давайте посмотрим, что получится. Напечатаем пару калибровочных кубов. Ну, для рандомных настроек получилось довольно-таки неплохо. У этого принтера есть одна очень полезная функция. Это возобновление печати после отключения питания. Давайте посмотрим, как она работает. Врубаем, ждем около минуты на всякий случай и включаем снова. Принтер предлагает либо продолжить, либо отменить печать. Пробуем продолжить. Нагреватели прогреваются до заданных температур, после чего каретки X и Y отрабатывают по концевикам и печать продолжается. Попробуем еще раз. Я попробую убрать модель подальше от сопла, чтобы избежать наплывов пластика. И еще разок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот что получилось При первом отключении сопло осталось на месте Из-за чего на модели появился наплыв Но это в общем-то не так страшно Также заметна недоэкструзия Потому что пластик просто вытек из сопла Второе отключение Здесь я убрал сопло от модели В результате чего из него вытекло еще больше пластика Сопло заполнилось им только под конец слоя И третье отключение Здесь я вручную заполнил сопло После возобновления печати Видимо немного перестарался Из-за чего этот слой получился шире Но зато ничего уже не отваливается Выводы сделаем чуть позже А пока напечатаем еще несколько тестовых моделек И вот такое качество печати мы получаем С совершенно рандомными настройками Без допиливания и подбора параметров Не идеально конечно Но в целом довольно неплохо Итак Что же можно сказать об этом принтере Ну в общем и целом он мне понравился Это конечно не идеальный принтер Он все-таки из бюджетных Но здесь определенно есть с чем работать Пробежимся по плюсам Нормальная металлическая рама Которая уже стала стандартом для таких принтеров Что само по себе здорово Есть Нормальный стандартный достаточно мощный блок питания Есть Некоторые производители подобных принтеров Устанавливают слабые блоки питания Из-за чего бывают проблемы со временем прогрева И удержанием температур Здесь же с этим все в порядке С виду нормальная плата управления По крайней мере здесь сменные драйверы И большой плюс Что уже с завода это тихие драйверы И менять их не придется Это на самом деле огромный плюс Потому что на некоторых подобных принтерах От других производителей Устанавливаются платы со встроенными драйверами И они совсем не тихие А заменить их просто не получится Только если менять плату целиком Здесь этой проблемы нет Довольно неплохой сенсорный дисплей Несмотря на небольшое количество функций Пользоваться им довольно удобно Наверное потому что он очень похож на смартфон Датчик окончания или обрыва филамента И функция возобновления печати Это очень приятные мелочи Которые действительно могут выручить И спасти печатаемую модель В некоторых случаях Нужно конечно потренироваться в их использовании И не забывать заполнять сопло пластиком При возобновлении печати в обоих случаях Чтобы избежать вот таких проблем Хотя подобная ваза, которая печатается всего в один периметр Это наверное самый сложный случай для прерывания и возобновления печати Потому что здесь нет ни внутренних периметров, ни заполнения Хороший подогреваемый стол Здесь достаточно мощный нагреватель Благодаря чему стол прогревается достаточно быстро и равномерно А наличие в комплекте стекла это большой плюс Когда наклейка износится, можно либо заменить ее Либо просто снять и пользоваться стеклом как обычно И не нужно никуда ехать, чтобы вырезать стекло подходящего размера на заказ А теперь о минусах Как по мне, то серьезный минус тут только один Это ужасная система охлаждения Радиатор хот-энда обдувается маленьким и очень шумным 30-мм кулером А обдув детали односторонней На одном 40-мм кулере Чего явно недостаточно Благо кулеры стоят недорого И установить еще один не составит труда А на фингиверсе есть уже несколько готовых Довольно-таки неплохих решений Как с одним, так и с двумя кулерами Причем не только под обычные кулеры Но и под так называемые турбины или улитки Также можно поискать апгрейды для принтера Alphavise U30 Pro Это абсолютно тот же самый принтер Просто под другим названием Если бы здесь с завода стояла хорошая система охлаждения С двухсторонним обдувом То это, наверное, был бы один из лучших принтеров Такого типа в этой ценовой категории В общем, судя по всему Это очень неплохой вариант в качестве первого принтера Немного повозиться придется только с системой охлаждения Но, как я уже говорил Это небольшая проблема Да и встречается она на большинстве бюджетных принтеров Со всем остальным никаких проблем быть не должно По поводу качества печати Я уверен, что из этой штуки можно выжать гораздо больше Но первым делом нужно привести в порядок систему охлаждения А подходящих кулеров на 24 вольта У меня под рукой прямо сейчас, к сожалению, нет После этого апгрейда Уже можно будет заниматься подбором оптимальных скоростей и температур А также возиться с ремнями, прижимными роликами Чтобы все это бегало идеально Потому, чтобы вы могли сформировать более четкое представление об этом принтере Я предлагаю вам посмотреть еще несколько обзоров от моих коллег Ссылки будут в описании Вот такой получился обзор Если этот принтер вас заинтересовал Ссылка на него также есть в описании под видео Не забудьте его оценить и оставляйте комментарии Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok